Всем привет! Меня зовут Лера, и я очень рада видеть вас на своём канале. В этом видео я хочу рассказать вам, поделиться с вами моими планами на 2019 год и рассказать вам о марафоне, в котором я решила принять участие. Это марафон или челлендж, как это называется, я не знаю. В общем, 12 забытых книг. Это значит, что я выбрала 12 книг, которые я по тем или иным причинам никак, просто никак не могу прочитать, и которые я буду обязана прочитать в этом году. Я буду, точнее, я буду рандомно выбирать по одной книге в месяц и читать её. И это и будет моими основными планами на 2019 год, потому что, если я выберу 40 книг или 50, как делают многие, я уверена, что эти планы я не буду способна выполнять, это нечестно по отношению к вам, к самой себе, поэтому планы будут вот такие. 12 забытых книг равно мои планы на 2019 год. Я, кстати, просто не представляю, как люди стараются выполнять по 40 книг, потому что выходят какие-то новинки, то, к чему вот стремится душа, абсолютно другое. Вот в январе, я знаю, это абсолютно вот уже сейчас другие книги, нежели те, которые я хотела читать в декабре. И поэтому с 12 книгами, я надеюсь, я справлюсь, но больше, к сожалению, никак. Забыла сказать, оставайтесь со мной, потому что в конце этого видео розыгрыш нашей прекрасной посылочки. Всё, теперь точно давайте начинать. Итак, начнём с самого верха. Итак, тут у нас Чарльз Диккенс и его «Большие надежды». У Чарльза Диккенса я читала Дэвида Копперфильда, и помню, он мне безумно понравился, но дальше у меня с этим автором дело не пошло. К сожалению, у меня эта книга лежит достаточно давно, но я её купила для того, чтобы простимулировать себя прочитать эту работу. Но, как видите, стимул прошёл неудачно, потому что сверху я ещё купила ещё 200 книг и, в общем, затерялась. Это английская такая, наверное, большая семейная сага. История о молодом человеке, опекун которого оказывается не тем, за кого себя выдаёт. Тут и преступление, и детектив, и семейная сага. Одна из самых, наверное, значительных работ Чарльза Диккенса, если не самая значимая. Поэтому я просто хочу её очень прочитать, тем более не такая объёмная, как многие книги в моём плане. Поэтому я не знаю, что меня останавливает, мне объём точно. Классики я не боюсь, Чарльза Диккенса я люблю. Поэтому неизвестно почему, но эта книга давно в забытых, давно в тех, которые я не могу прочитать. И я её выбрала, естественно. Вторая книга, я не знаю, как они в порядку лежат у меня. Второй том Графа Монте-Кристо. Тут вообще всё очень странно, потому что я прочитала первый том, он мне безумно понравился. Почему я не могу никак начать читать вторую часть, я не представляю. Знаете, немножечко всё-таки представляю. Я накупила новых книг, выходят опять же новинки. У меня сейчас другая вообще атмосфера в голове. Книг, которые я хочу прочитать, другие мысли. А я знаю, что Графа Монте-Кристо я буду читать не быстро. Тут достаточно много времени у меня на него уходит. И поэтому второй том, такая полноценная книга, ещё больше, чем полноценные большие надежды, у меня она опять залежалась, хотя я должна была её прочитать сразу же после первого тома. Но вот в этом году, просто если я заброшу конкретно ту книгу, если у меня не будет в планах на ближайшие месяцы, я могу забыть вообще на год или на больше эту книгу, и придётся перечитывать Графа Монте-Кристо с самого начала, чего я просто не хочу, конечно же. Поэтому второй том в планах, в обязательных планах. Третья книга, да, Джона Фаулс и его Волк. Джона Фаулса мы читали в университете на программе по постмодернизму. Это один из, наверное, ярких, ярчайших постмодернистов. И я читала коллекционера, я читала любовницу, женщину французского лейтенанта. Это было великолепно. Но здесь меня напугал, наверное, опять же объём, потому что в университете мы читали романы на выбор. И выбирали, конечно, не из того, что интересно, а из того, что точно быстренько прочитается, чтобы успеть за пару недель до экзамена прочитать все книги, которые нужно было прочитать за полгода. Поэтому Волк у меня остался в непрочитанном. Это, кстати, по описанию и по отзывам безумно интересный роман о загадочной магии, которая живёт на загадочном острове и ставит психологические опыты на людях, испытывая их такими средствами, как страсть и небытие. Что бы это ни значило. Ну, постмодернизм — это как бы говорить само за себя. Здесь будут и какие-то нереальные нотки, и детектив нам обещают и мистику, и тайну. В общем, ну это же потрясающе, но, естественно, забыто мной, к сожалению, поэтому тоже в планы. Замок Броуди. Книга, нашумевшая, наверное, настолько, что её нет смысла представлять. Это семейная сага, опять же, со своими тайными загадками и элементами детектива. Это Арчибальд Кронин. Его все любят. Все любят замок Броуди. Все советуют поголовно его прочитать. Но у меня всё ещё никак не дошли руки. Дальше. Виктор Гюго и его Отверженные. Виктор Гюго я читала «Собор Парижской Богоматери». Это потрясающая книга, это потрясающий автор и потрясающий язык. Но, знаете, я не знаю, стоит ли описывать, почему я не могу прочитать ту или иную книгу из этого списка, потому что большинство из них просто лежат, и просто давно не было настроения, чтобы их прочитать. Так же и с Отверженными. Я знаю, что мне понравится. Я почти в этом уверена, чтобы не сглазить, не дай бог. Но 2019 год, пожалуйста, подари мне отверженных в список прочитанного. Стивен Кинг и его Мизери. Я, в принципе, хочу начать знакомство такое полноценное со Стивеном Кингом, и начать я хотела либо с игры Джералда, либо с Мизери. Игру Джералда я начинала читать, но почему-то самое начало мне не очень понравилось. Я его забросила, и сейчас, когда решила возобновить знакомство, я поняла, что к игре Джералда у меня руки вообще не тянутся, поэтому выбрала Мизери. Я читала... Я, кстати, забыла сказать о том, что я читала его ещё и «Сияние», помимо «Оно» и «Кэрри». И «Сияние» мне как раз-таки понравилось меньше всего. Хочу посмотреть фильм и оценить художественную, кинографическую версию, потому что уверена, что она будет сильнее. «Сияние» меня, ну, вообще не впечатлило, поэтому надеюсь на Мизери, и надеюсь, что моё новое знакомство с Кингом пройдёт успешно. «Город мечтающих книг». Эта книга — это вообще отдельный разговор. Она у меня забыта по вполне объяснимым причинам, о которых я вам сейчас расскажу. В общем, я повелась на обложку, которая такая книжная, такая в коричнево-рыжих тонах, очень приятная. Описание великолепное. Юный писатель наследует безупречную рукопись, тайну которой он мечтает разгадать. След ведёт его в книгород, город мечтающих книг. Оформление книги просто божественное. Я его просто так пролистала. Форзацы такие безумно книжные. Иллюстрации тоже книжные. Я поняла, что здесь будет, конечно, элемент там фантастики, что-то мрачное. Но по отзывам все в таком восторге. Такой шикарный рейтинг у этой книги я её, естественно, купила. Но потом, открыв и начать читать, я поняла, что наш юный писатель, главный герой — это дракон. Я не знаю, как вам объяснить, но я не люблю такие книги. Я ненавижу просто, когда главными героями выступают драконы и мифические существа, животные, не дай бог. Для меня это просто, ну, катастрофа. Это ещё хуже, чем когда главные герои — дети. Ну, почему я как бы не могу начать читать Локвуда? Потому что, ну, не могу, не люблю я, когда главные герои — дети, а тем более драконы. Но меня это к этой книге перестало тянуть вообще. Но я должна это сделать. Мне жалко того, что я действительно, я купила эту книгу, она лишь у меня на полочках такая вся очаровательная. Мне жалко уже дракона, из-за которого я не могу начать читать эту книгу. В общем, мне всё грустно. А ещё все такие хорошие отзывы. Думаю, ну, всё-таки я обязана попробовать. Мало ли, случится что-то нереальное, и я буду читать теперь только искать драконов в качестве главных героев. Поэтому, ну, мне просто жалко всего, поэтому книга в планах. Дальше. Кавка, процесс. Процесс Кавки часто сравнивают с приглашением на казнь Набокова. Набокова я безумно люблю, настолько же, насколько я не понимаю Кавку. Поэтому именно выбрала процесс. Я у Кавки читала Замок и Превращение. Если с Превращением я ещё как-то могла смириться, я видела смысл, я видела замысел, я видела великолепный талант автора, художественный талант, писательский талант, то в Замке Замок привёл меня просто в полнейшее недоумение. Мы разбирали в университете Кавку. Я понимала суть, это одиночество и всё такое прочее, ну, в принципе, как и все философы стиля Кавки, но я не поняла Замок. Я просто не смогла его понять, как я не пыталась. Мне он не понравился, и поэтому у меня было просто очень сильное отторжение ко всем его произведениям, но к процессу отзывы очень тёплые. Я решила дать ещё один шанс, потому что Кавка, ну, априори, не может быть плохим, не может не нравиться прям вообще, поэтому решила найти что-нибудь для себя. Ну, нельзя не быть знакомым с Кавкой, я так считаю. Ну, лично я считаю, что я не могу не познакомиться с учётной книгой, и выбор пал на процесс. Если мне понравится процесс, то, наверное, на этом знакомство остановится. Следующий роман — это Вальтер Скотт и его Айвенга. Я походила по букинистическим магазинам и нашла вот это прекрасное... ну, это, скажем так, просто издание, которое стоит, наверное, на полках каждой из наших бабушек, но мы считаем уже букинистическим. И оно напомнило мне безумное издание, которое мы брали в университетской библиотеке, а не выглядели именно так. У меня проснулась ещё большая ностальгия. Чем меня этот роман отпугивал очень давно? Это тем, что это исторический рыцарский роман, написанный достаточно давно, и тем, что у нас все, кто читал его в университете, были просто недовольны, кроме одной девушки, которая была в восторге. И вот на неё одна у меня надежда, что у нас совпадут вкусы, и мне понравится «Айвенга», потому что говорят, что это очень тяжёлый роман, насыщенный какими-то историческими терминами, событиями, без такой особо сильной художественной подоплёки, поэтому я его боюсь. Я его страшно боюсь, но буду пересиливать себя и читать. Знаете, вот из-за таких романов у меня и только 12 книг в планах, потому что, думаю, залпом я просто за пару дней эту книгу, конечно же, не прочту, и она у меня затянется. «Айвенга». Боже, а так ещё это издание пахнет. Я обожаю этот запах книг, который, знаете, ну, типичный запах книг, старых книг из библиотеки, но это один из лучших запахов в мире. Божественно. «Книжный вор». Я книжном воре слышала столько всего хорошего, что просто перехотел его читать. Как бы странно это ни звучало. Та же самая ситуация у меня с Гарри Поттером. Его столько много на Ютубе, в Инстаграме, вообще во всех блогах, что я уже просто не могу слышать о Гарри Поттере и тем более его читать. Поэтому похожая ситуация с книжным вором, но всё-таки к книжному вору у меня сердце склоняется сильнее. Тем более это издание. Это билингистическое издание. Здесь одна страничка на английском и одна на русском. Поэтому как бы это шанс не только познакомиться с книжным вором, но и потянуть свой английский. Надо улучшать свой словарный запас и не забрасывать. «Книжный вор». Тоже не нуждается в представлении прекрасной Умберто Эко и его имя Розы, с которым я тоже никак не могу познакомиться. Во-первых, потому что это очень жирненькая книга. А у меня терпения не хватает. Последнее время на такие огромные романы, потому что я бросаюсь просто с одного на другое. Я не успеваю закончить одну книгу. Мне уже безумно тянет к другой тематике. Я так вот перескакиваю. Вот. Закладочка даже есть на 109-й странице. Примерно настолько меня хватило, прежде чем перескочить на новую книгу. Здесь рассказывается о монастыре, в котором происходит убийство, которое воспроизводят с собой вестники апокалипсиса. И сыщик с его юным помощником отправляются в этот монастырь, чтобы расследовать преступления. Здесь и история Средневековья, и различные религиозные конфликты, и детективная линия, и прекраснейший язык Умберто Эко, который я торжественно обязуюсь прочитать в этом году. У меня тут горочка развалилась, но я поэтому просто уже не очень прилично лежат книги. И последняя книга это Гузельяхина и дети мои. Здесь рассказывается о русском немце, который живет в Поволжье, пишет сказки для своей дочки, и эти сказки каким-то магическим образом притворяются в жизнь. Почему я взяла эту книгу, прочитанную в 12 забытых книг? Потому что знаю, что я ее не буду читать. Не знаю, как это объяснить. У меня в принципе никогда не было особого настроения на эту книгу, но я ее купила под влиянием всеобщего восторга Гузельяхина, и поэтому вот она у меня залежалась на полочках. Но я знаю, что если мне не будет ее, знаете, как в университете, боже мой, часто вспоминаю универ в этом видео, вот что обязана прочитать, иначе как бы, ну, все, оценки не будет, там, вылетишь и так далее. Ну вот обязана. Если не будет такого, то я эту книгу точно не прочитаю. Ну, сто процентов у меня не дойдут до нее руки вообще никогда, поэтому... Ну, это хорошее произведение считается, очень хороший роман. Надо. Надо, Лера, надо. И вот это были 12 забытых книг, и сейчас я запишу их все названия на листики и соберу в одно место, чтобы раз в месяц вытягивать нужную книгу, которую я буду читать. Итак, вот я написала все названия и положила их в такую маленькую баночку, неизвестно зачем такое пространство для таких листиков, но мне будет удобно доставать через такую дырочку. Поэтому сейчас мы с вами выберем первую книгу, которую я буду должна прочитать в январе. И что же это будет? Вот просто мешаю-мешаю. И первая попавшаяся... Вот, две. Одна упала. Ну, вот это будем читать. И это имя Розы. Так, сразу же с тяжелой артиллерии. Так, имя Розы выбрасываем из списка. Сейчас заберем... Сюда обратно. Вот ставлю на полочку и буду в январе читать имя Розы. Как, как, чтобы это не затянулось на весь месяц. Кстати, я уже прочитала за январь. Раз, два, три, четвертую книгу дочитываю, поэтому, возможно, в январе будет только пять прочитанных. Итак, это были мои планы на 2019 год и 12 забытых книг. Одну книгу мы уже выбрали. Это счастье. И давайте переходить к самому приятному, к розыгрышу. Итак, чтобы напомнить вам, как выглядит эта коробочка, здесь две книги, два блокнотика, чьи конфетки антистресс. И там где-то внизу еще две классненьких ручки таких. И сейчас давайте же посмотрим, кто же выиграл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, у нас есть победитель, кто получит всю эту коробочку. Очень рада. Поздравляю победителя. Я, наверное, проще всего будет, если напишу тебе ВКонтакте сама и спрошу твой адрес. Все. Спасибо всем огромное за участие. Еще раз поздравляю победителя. Спасибо за то, что посмотрели это видео, что остаетесь со мной. И до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok